Стартовала акция уличного вязания. В парке 30-летия ВЛКСМ появилась аллея в стиле ярн-бомбинга. Мечи украсили деревья вязанными вручную одеждами. Для чего они нужны и сколько человек подключились к необычному творчеству в материале вести. Ярн-бомбинг по-омски или вязанный коридор. Уютную аллею в парке амечи создали для красоты. Обвязывание пряжи элементов городских улиц называется ярн-бомбингом. Такое своеобразное вязаное граффити. Ольга Анохина с детства занимается рукоделием, увлечения отнимает много свободного времени. Девушка рассказывает, что вязала даже в маршрутках, чтобы успеть в срок подготовить свои теплые подарки парку. Впрочем, ее это нисколько не утомляет. Творчество ее души золотых. Обвязанные деревья, скамейки, фонарные столбы создают впечатление уюта, тепла. И люди, проходящие мимо, не могут не улыбнуться. Каждая улыбка, не знаю, это как мой маленький вклад, наверное, в добро во всем мире. На создание всей красоты ушло 10 килограммов пряжи. Правда, теплые украшения, зеленые наслаждения не греют, как, впрочем, и не вредят им. Об этом креативные амечи узнали у специалистов. Мы решили сделать такую туристическую достопримечательность в городе Омске, место, где все будут фотографироваться, где приятно отдыхать, проводить время с друзьями, родными, близкими. Такой уютный уголок, уютный коридор вязанный, потому что, ну, знаете, тренд сезона, вязанные свитеры, да, и мы решили, что деревья наши, наш городской парк тоже должен быть в тренде этой осенью и зимой. 36 мастериц создавали декоративные наряды для деревьев, однако помочь им стремились не только профессионалы. Впрочем, начало положено, а яркую аллею омечи могут украшать и дальше самостоятельно. За уже связанными гетерами организаторы обещают следить и в случае бушевания погоды или вандалов подлатать или заменить теплые украшения. Дарья Тюменцева, Станислав Никитин, Вести Омск. Своих не забываем, порой.